здравствуйте мои дорогие покажу вам нашу красивую красивейшую просто осень смотрите как все красиво погода замечательная пока дождика сегодня вроде нет но и не так уж и ясно сегодня может и будет дождь а я сегодня пришла свои яблочки проведать и собрать вот уже начала собирать потому что уже смысла нет чтобы они были на дереве но вот этот сорт просто очень очень вкусный я люблю такие яблоки они хрустящие сочные этот сорт очень вкусный до этого вчера муж собрал красный сорт яблок тоже у нас вот дерево небольшое там всего три яблочка было или четыре тоже это же такие крупные хорошие яблоки но там такой сладкий сорт был очень вкусный и ароматный но я больше люблю такие зеленые яблоки так что посмотрим какой вкус будет и в этом году у этих яблок но тоже червивые здесь у нас еще есть яблочко так что сейчас соберу и пойду заниматься как всегда домашними делами сегодня я дома у меня по плану сегодня и почитать обед у меня есть на сегодня так что я вам добавлю покажу здесь что я готовила вчера вот сегодня буду читать и вязать я сколько времени как начал розовую вот в сеточку кофту уже вроде бы такой совсем сеточку тоже не оденешь так что нужно ее заканчивать у меня уже где-то на половине один рукавчик так что там осталось полтора рукава полтора рукава для меня вообще это как бы ничего но так как вижу сейчас ну вот ну не насыщенно у меня получается сейчас вязание вижу когда просто захочется отвлекаюсь на все остальные дела так что из-за этого что-то связанием у меня последнее время не очень но и с видео как вы видите тоже не очень конечно на все это очень и очень отложил свой отпечаток конечно же положение в стране надеюсь все будет нормально остается только верить надеяться что все будет хорошо желаю всем хорошего настроения подъема такого духа настроение желание что-то делать обязательно ставьте цели и когда поставлены цели и когда срок это всегда ну как бы выигрыш и получается это дело потому что ты точно доведешь до этого срока вот мне нужно было на этот свитер поставить срок вот я бы уже давным-давно уже и закончила бы а так он у меня вот и я его не закончила и не сделала красивые фотографии и он у меня не будет в журнале осенним вот так так что мои дорогие все нужно делать вовремя и не отвлекаться на свое настроение настроение нужно создавать самим так что нам еще учиться и учиться это делать вот на сегодня вроде посмотрю пасмурно посмотрим что будет и солнышко чуть-чуть сквозь сквозь тучки ну дальше будет видно я вам еще сейчас покажу свой рукавчик и горловинку какую я красивую сделала у розового свитера все кто любит вязание надеюсь вам будет очень интересно сегодня супчик у нас такими тоненькими макаронками вот уже закипает я немножко водички долила куриный супчик вот с такими небольшими макаронками цвет получился очень красивый я обжарила морковку перчик болгарский помидорки в общем вкуснятина еще та получится супчики мы любим я уже не раз говорила а здесь у меня кинза самая-самая вкусная зелень для таких легких летних супчиков вот это мой стакан воды постоянно я водичку подпиваю вот так что сейчас пару минуточек покипит вермишелька набухнет но до конца я ее не отвариваю я вот от мамы научилась ни рис ни вермишель ни макарончики никогда не довариваю до самого конца вот чуть-чуть они вот такие аль денте кидаю зелень и выключаю они сами уже набухают сколько надо чтоб каша в кашу они не превращались ну вот такой воротничок у меня посмотрите я сделала воротник каре я считаю что это очень современно модно и мне очень нравится но он еще не постиранный воротничок я вот даже еще ниточку не обрезала вот она у меня тянется я померила на дочке было вчера все хорошо так что я сегодня могу отрезать ниточку убрать кончики и вот это место но у меня он постиранный был после соединения я постирала чтобы понять как он у меня будет чтобы сделать обе половинки одинакового размера такой у меня свитерочек получается это как бы и кучинели сеточка сейчас очень модно но я все-таки хотела сделать не кучинели а лаура так что у меня всегда что-то свое обязательно внесено вот полосками была модель очень модная сеточкой ровными полосками ну я не люблю как все и у меня такими красивыми видите зигзагами получилось мне очень ну просто очень нравится как получилось ниточка тоненькая тоненький хлопок кто не помнит скажу это вот такая пряжа сейчас я вам покажу у меня прям здесь вот его пожалуйста аннотация 50 грамм здесь сто шестьдесят сто семьдесят метров стопроцентный мерсеризированный хлопок бегони от Ярднард я вяжу на спицах три с половиной а вот вот это вот тоненькая тоненькая резиночка у меня была связана но на таких тоненьких спицах девочки это просто зубочистки это один семьдесят пять наверное на нем написано двоечка но это совсем не двоечка потому что вот три с половиной видите такая огромная разница между ними да а это рукавчик это рукавчик уже вот на такой стадии я искал пол рукава по-моему ну здесь не пол рукава наверное чуть меньше ну в общем как-то так да это вот лицевая часть это вот будет полностью рукавчик сеточку видите после того что его стираешь насколько сетка открывается хорошо вообще все получается очень хорошо раскрывается пряжа вот такая резиночка очень нежная все красиво по девичьи и цвет ну вот такой вот такой это пыльная роза или что вот это за цвет вот что-то вот такое так что вот такие продвижения у меня по вязанию у меня уже отвязан образец из пухонорки белого цвета на очень сейчас такой модный свитерочек увидели в интернете я сделала на него схему сама в общем вязала перевязывала это у меня наверное наверное ну пол больше чем полдня весь день у меня в вязании было вот на него как бы отдан на этот образец в общем я сделала то что я хотела получилось рассчитала расчеты есть остается только брать и вязать но как бы чтобы хвосты не оставались этот уже почти законченный я его закончу и надеюсь в следующем видео я вам уже покажу и образец следующего изделия вот ну нет может и раньше выпущу видео что я так опять пропаду в общем вот такие у меня девочки продвижения по вязанию потому что я знаю у меня очень много девочек вязальщиц если кому-то интересно пожалуйста этот рисунок из книжки японских узоров 250 японских узоров я его просто увеличила ну сделала растяжку узора и в ширину и в высоту и все кто вяжет разбирается мне кажется для него не составит труда сделать такую же растяжку самому растяжку узора я имею ввиду так что вот надеюсь в следующий раз я вам покажу уже в готовом виде мой свитерочек дочкин свитерочек надеюсь даже будут фотки на ней так жду всегда хочется посмотреть готовые изделия в действии обожаю смотреть когда такие видео живые что не просто фото а именно видео чтобы видно как двигается легкость скользящий скользящий как сказать правильно ну вот свитера или данные вязаные вещи в общем вот такая красота у меня вяжется сейчас не смотрите это все собирается когда постирается и высушится вы увидите как будет красиво видите вот такие линии аккуратные у бабочки вот такие вот такие вот такие